Здравствуйте, друзья! Меня зовут Тутта Ларсен. Это программа «Метод Лобковского» на канале You. Сегодня мы поговорим о том, как наладить отношения с парнем, который тебе не верен. У нас в гостях Эвелина, и сейчас она расскажет нам подробности своей непростой истории. Здравствуйте, Эвелина! Здравствуйте! Что у вас случилось? У меня есть молодой человек. Мы с ним любим друг друга, и у нас летом должна была быть свадьба. Я узнала на днях, что он мне изменил. Он сам вам об этом рассказал? Или вы его разоблачили как-то, застукали? Мне рассказал его друг. Это наш, скажем так, он больше мне друг, чем ему, и он не смог это держать. Он в вас влюблен? Возможно. Возможно, да, когда-то, потому что мы с ним общались очень тесно. Но я выбрала все-таки Сергея, моего молодого человека. Но у вас стопроцентная гарантия есть в том, что ваш друг не пользуется ситуацией, не очерняет? Может быть, он врет просто, чтобы отбить вас? Да, я сначала не поверила, я смеялась, думала, что это какая-то ерунда. Думала, ладно, прошлое я вспомнила, ну и бог с тобой. Но потом как-то это все какие-то смс-переписки, какие-то звонки и прочее от некой девушки. Все время одно и то же? Одно и то же, да. И вы ее не знаете? Я ее не знаю. И я на чистоту поговорила с ним, он мне все объяснил. Но он раскаивается, говорит мне о том, что это было один раз, не знает, как так вышло и прочее, прочее. Но меня это очень царило. Я теряюсь, потому что я настолько была верна и доверяла этому молодому человеку, моему любимому. А что он объяснил? Как он вообще это объяснил? Что он был пьян, на него же не зашло какое-то затмение, помрачение или что? Или он был в бессознательном состоянии? Он мне сказал, что она его соблазнила. Ну что значит соблазнила? Вот так взяла, прям взяла и загипнотизировала. Это я не знаю, потому что он мне говорит, она меня соблазнила, мы немножко выпили и как-то само собой мы ощутились у нее дома. Но как это может быть, чтобы он оказался у нее дома? Он не был там прям в стельку пьян, чтобы... Ну и потом он оставил весь свой номер телефона и позволял ей слать себе какие-то сообщения. Они были знакомы, они оказывается были знакомы. Давно еще у меня, наверное, она что-то к нему тоже испытывала и... Возможно, так и будет, что она его соблазнила, но просто мне обидно, что я так стараюсь и вкладываюсь в нашу будущую свадьбу. А он по-прежнему хочет на вас жениться и... То есть бес попутал, говорит? Бес попутал, да. То есть если бы вы об этой ситуации не узнали, он бы вам не собирался перед свадьбой об этом рассказывать, да? Он бы хотел, чтобы это осталось покрыто тайной. Я думаю, что если бы я этого не узнала, в принципе, все было бы дальше хорошо. И я, конечно, верю, что он меня любит, но это предательство. Это просто предательство, потому что я работаю сейчас на... Берусь за всякие проекты, чтобы было больше денег. И так же, как и он, он к чему-то меньше старается стремиться. Не знаю, может, он просто боится. Ну, а вообще у вас не было раньше в отношениях каких-то моментов, в которых вы в нем сомневались или уличали его в какой-то... Ну, может быть, не такой большой лжи, как измена, но все-таки подвирал, не знаю, не выполнил какие-то свои обязательства. Или где-то вас там подвел, куда-то не пришел, в конце концов опоздал и наврал там о причинах своего опоздания. Ну, то есть, можете ли вы ему в принципе доверять? Я могу ему доверять, но у него просто бывают какие-то такие мелкие моменты. Забыл, он, наверное, такой непостоянный какой-то, в принципе. Но по отношению ко мне, в принципе, всегда все там делал исправно. Мы как-то просто познакомились, он работал, я не работала. Я считала себя как-то, возможно, даже недостойной его, старалась и устроилась на работу, получила высшее образование. И пошел такой, не знаю, диссонанс в отношениях из-за того, что он говорит, что я провожу много времени где-то, занимаюсь собой больше, чем ими. И я так понимаю, что на этом все. Просто не знаю, мы планируем свадьбу, и я, естественно, вкладываю. Я хочу получить больше денег и сыграть хорошую, красивую свадьбу. Естественно, меня дома не работают. У меня вопрос. Он определяет вам претензии за то, что вы как-то развиваетесь, что-то в этой жизни делаете. Он этим недоволен, да? Он доволен. Нет, ему нравится то, что я приношу домой больше денег. Конечно, ему это нравится. Но просто меня постоянно нет дома. Я постоянно берусь за какие-то проекты, куда-то уезжаю. Но если бы вы постоянно сидели дома, он бы упрекал о том, что вы скучны, постоянно сидите дома, и у него на шее. Нет? Я ему то же самое говорю, что это какой-то временный такой период. Сейчас после свадьбы все наладится, но... Ну как же это наладится после свадьбы? Если до свадьбы вы уже не можете этому человеку доверять. Да, я не знаю. А он что? Он что говорит? Ну, то есть, прости меня, я больше так никогда не буду, да? Да, я знаю. После свадьбы вдруг случится какой-то мэджик, да? Чик-чирик, крибли-крабли-бус, и раз, другой человек, прекрасный принц вылупится из чудовища, или как? Ну, он для меня все равно прекрасный принц, так или иначе, но... Он со мной разговаривает о детях, о будущем. То есть у него какие-то планы грандиозные на меня, и я просто... И я настолько слепо верила ему, что я даже подумать не могла. Просто для меня вот это, это просто шок. Ну, а что вы сейчас чувствуете по отношению к нему? Вы во-прежнему хотите за него замуж? У меня обида. Я уже на самом деле, наверное, не хочу за него. Не замуж, ничего общего с ним иметь, но он меня не отпускает. Понятное дело, что у меня к нему какая-то привязываясь. Ну, если вы хотите знать мое личное мнение, я считаю, что самая сексуальная вещь в отношении с мужчиной – это доверие. И, безусловно, когда человек еще даже не пожив с тобой в браке, не выстроив с тобой какую-то совместную систему координат, не став твоей опорой, уже соскакивает, я очень сомневаюсь в том, что из этого человека получится хороший муж. И я бы на вашем месте взяла какой-то тайм-аут, может быть, отложила бы свадьбу, все-таки посмотрела бы на него более реальными глазами. Вы говорите, что вы слепо ему доверяли, никогда никому нельзя слепо доверять. Нужно к человеку, даже если ты его очень любишь, относиться более-менее объективно, видеть его недостатки. Очевидно, что вы где-то что-то просмотрели, и, может быть, это не совсем тот человек, с которым стоит связывать свою жизнь. Потому что все-таки выйти замуж – это такой серьезный шаг. И дальше, конечно, можно через год пойти и развестись, но это будет еще обиднее, чем как-то поставить точку сейчас, расстаться с друзьями. Ну или хотя бы пожить раздельно и дать друг другу возможность все-таки определиться, есть в этих отношениях вообще смысл, есть ли в нем будущее или нет. Он за меня очень обижает, что он мне доверяет. Он считает, что у меня могут быть какие-то отношения. Конечно, ведь он сам нечист, ведь он сам вас обманул, поэтому ему важно в каждом человеке видеть тоже такого же, как он, джеца и подлеца. Он мне сказал, что, скорее всего, он сделает назло. Назло вам? Да. Потому что вы общаетесь с этим другом, который ваш общий друг. Это такая отличная отмазка. Ну, ты сама виновата, что я тебе изменил. Ты слишком хорошо выглядишь, тебя хочет другого мужчина, ты умная, красивая, зарабатываешь больше, чем я. Я тебе ненавижу, я хочу сделать тебе назло. Так любящий человек вообще рассуждает? Мне непонятно это. Я всегда просто стремлюсь как-то его на путь истине поставить, чтобы он занялся еще дополнительной работой, чтобы он так же не сидел на месте и как-то готовился к этой свадьбе. Знаете, у меня были отношения с одним мужчиной, который, как Илья Муромец, лежал на печи, имел какой-то, видимо, потенциал, действительно. У него было огромное количество амбиций и, наверное, и талантов тоже, но что-то пошло не так, и он не мог их реализовать. Вот он прям лежал без дела, у него не было работы, у него не было никакого хобби, он ненавидел весь мир за то, что в нем что-то происходит. И все время искал причины, почему нет, а не как сделать «да». И вот мне очень хотелось ему помочь, он мне очень нравился, мне хотелось с ним попытаться построить какие-то отношения. И однажды я общалась с одним психологом, мужчиной, и сказала, можно я пришлю к вам моего молодого человека? А он мне сказал, а он что, посылка? Как вы ко мне его пришлете? Он хочет пойти к психологу, решить свои проблемы или нет? В этом месте я поняла, что это вообще не моя проблема. Я не могу его изменить, я могу просто принять решение, быть с ним рядом или нет. Вы не можете его наставить на путь истинный, если он туда не хочет. Но если он любит, он же не любит меняться. Если он любит, он изменяет вам на зло. Что-то не сходится. Я очень поддерживаю Велину и глубоко сочувствую ей. Два года провести с человеком рядом – это все-таки достаточно серьезный опыт, это достаточно уже сложившиеся отношения, и крайне неприятно, когда вдруг в этих отношениях ты выясняешь, что ты белый и пушистый, а твой партнер, ну, в общем, вводит третье лицо. Еще разок. Я очень сочувствую нашей героине Велине, потому что сама была в роли обманутой жены, и это, наверное, самое чудовищное и отвратительное состояние, которое вообще в моей жизни случалось. Два года прожить с человеком – это немало. Это достаточно для того, чтобы прорасти в нем, для того, чтобы к нему привязаться. Но мне все-таки кажется, что человек, который даже на этапе подготовки к свадьбе способен изменить своей любимой на зло, этот человек не достоин любви и не достоин того, чтобы выходить за него замуж.